У нас все готово, чтобы сообщить вам о самых заметных событиях уходящего дня. Здравствуйте! В эфире информационная программа «День» в студии Юлия Абдулаева. Завершился Московский областной кубок по армспорту среди юниоров. Проходил он в поселке Фрянова Щелковского района Подмосковья по инициативе областного спорткомитета. Риотовская делегация была самой многочисленной. Взяли числом и силой одну золотую медаль, две серебряных и одну бронзовую. Но в командном зачете нас обошли спортсмены из Солнечногорска, Протвино и Фрянова. Как растят чемпионов, об этом знает гость нашей программы Николай Прокудин, председатель Риотовской федерации армспорта. Но прежде, как обычно, коротко о главном. 3000 тонн песка и соли за три зимних месяца используют в Риотове ежегодно, чтобы побороть гололедицу. Что стоишь, качает знак придорожный. Во сколько обходятся городскому бюджету некачественно установленные дорожные знаки. Праздник обретения мощей Александра и Федора. Торжественную литургию в Риотовском храме провел митрополит Коломенский Крутицкий Ювеналий. Теперь обо всем по порядку. Сегодня на оперативном совещании в городской администрации стали известны данные прогноза о введении в строй новых жилых домов. 106 тысяч квадратных метров жилья – таков показатель этого года. Практически все дома, построенные в текущем 2004 году, готовы к сдаче в эксплуатацию. Если в течение ближайшего времени строители успеют провести госкомиссии и оформить все необходимые документы, то по темпам застройки в этом году Риотов сравняется с такими крупными городами и районами Подмосковья, как мы, Тища и Одинцова. На улицах не убирают листья. Об этом тоже сегодня говорили на оперативном совещании. В связи с этим могут возникнуть проблемы после таяния снега, а значит, с состоянием дорог весной. О зимнем их состоянии уже не беспокоятся. Город практически готов. Песком с добавками соли промстрой каждую зиму посыпает улицы Риотова, чтобы защитить дороги от гололедицы. Современные реагенты для городского хозяйства пока недоступны. Во-первых, они гораздо дороже, неоднократно испытанные песко-соляной смеси. А во-вторых, распоряжения применять современные реагенты не было. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Смесь песка и соли, испытанная временем средства, говорят дорожники. От гололеда помогает не хуже современных реагентов, которые уже некоторое время испытываются на дорогах Подмосковья. Однако риотовчане воспринимают такие методы борьбы с гололедицей не так оптимистично. Соль машины разъедается. Лучше мести, я думаю. Только не соль. Ну, реагенты какие-то, говорят, сейчас есть реагенты. Мы ведь старые, можем упасть. А я не знаю, чем они сейчас обрабатывают. Песком они не сыпят. Чем они будут обрабатывать? Что у них приготовлено к земле? Я не знаю. Но приходится мириться. Дорожники говорят, что пока переходить на новые технологии не собираются. А вот песко-соляные смеси заготовили уже почти 90%. Ее в зимний период три оттого потребуются больше трех тысяч тонн. Посыпать мы будем 20% песко-соляной смесью. Этой песко-соляной смесью мы посыпаем город в связи с тем, что нам указание дано головной организации «Мосавтодор» применять эти реагенты. Поставщика песка и соли выбирали на конкурсной основе. Техническая соль и песок имеют все необходимые сертификаты качества и доставляются из разных городов. Потом оба этих компонента перемешивают, и антигололедная смесь готова. Ее пробы увезут в лабораторно-исследовательский центр «Мосавтодора», который дает заключение на применение. Пока, говорит Борис Васильевич, отрицательных заключений не было. Единственная проблема – нехватка денег. Техника, рассчитанная на дорожные работы зимой, уже на ходу. Ее, говорят, здесь должно хватить. Тем более, что в ближайшее время получат еще один пескоразбрасыватель. Одним словом, дорожники гарантируют риотовчанам зиму без падений и переломов. В городе не возникнет проблем. Все проблемы у нас только внутри. Гарантируем. Наталья Ушакова, Максим Горелов для программы «День». И еще о состоянии риотовских дорог. Знаки, регулирующие дорожное движение, важная часть городской инфраструктуры. За их установкой и своевременной заменой должна следить дорожная служба и сотрудники ГИБДД. В этом году на улицах нашего города появилось множество новых дорожных знаков. Но кто и в каком состоянии их устанавливал, для нас остается настоящей загадкой. Часть знаков на северной стороне города едва держится на полдюймовой трубе, воткнутой в землю. При сильном ветре знак раскачивается, а труба попросту гнется или падает. На некоторых столбах знаков и вовсе нет. Другие установлены так, что разглядеть их за ветками или другими конструкциями удается не сразу. По самым скромным подсчетам, установка одного дорожного знака обходится бюджету в 200 небольшим тысяч рублей. Кто будет возмещать эти деньги в случае их поломки или пропажи, ясно. Обычный, ни в чем не повинный налогоплательщик. Кроме того, в размещении знаков, особенно новых, есть странная закономерность. Стоит съехать с центральной улицы, и их сразу становится заметно меньше. В воскресенье православная церковь отмечала день обретения мощей первых святых 20 века священномучеников Александра и Федора. Они покоятся в Риотовском храме. Именно поэтому, чтобы отслужить торжественную литургию, в наш город приехал митрополит Коломенский Крутицкий и Веналий. Подробности визита в следующем репортаже. Такого количества прихожан Риотовский храм не видел давно. Собираются с раннего утра, чтобы встать поближе к центру, видеть владыку, услышать его проповеди и слова священной молитвы. Приняв мучительную смерть, которая описана в житиях, изданных по инициативе служителей нашего храма, священники Александр и Федор одними из первых в 20 веке были канонизированы. Их останки были захоронены в Верейском районе Подмосковья, неподалеку от церквей, в которых они служили. В 86 году они были обретены Русской Православной Церковью, а в прошлом сохранение священной реликвии доверили Риотовскому храму. Священные песнопения поднимаются в купол. Сегодня молятся о здоровье родных и благополучии отчизны. Литургия длится три часа, но прихожане расходиться не хотят. Приезда митрополита ждали год, а некоторые ждали его приезда, чтобы провести первое причастие. Ближе к завершению литургии храм даже не может вместить всех желающих услышать проповедь митрополита. Помещение уже больше похоже на Народное море, которое колышется в такт речам владыки. Я накануне был здесь и посмотрел расписание службы, и сегодня баранше встал пришел, чтобы занять первые еды. Мне очень понравилось, конечно. Конечно, было бы лучше, если бы народу было половину меньше, потому что даже с ребенком очень тяжело. Приезд митрополита Коломенского и Крутицкого обещает стать регулярным, и еще не одно поколение юных риутовчан получит благословение из Усправящего архиереи. Я очень рад, что сегодня прибыл к Риутов, и радуюсь, что город как бы имеет вот живую душу в лице этого храма, где люди могут молиться. Сегодня очень было трогательно, что семьями люди пришли с детьми, и всю службу были, и все причащались к святых христовых тайн. После окончания божественной литургии и молебного пения священному ученикам Александру и Федору высокопреосвященнейший ювеналий митрополит Крутицкий-Коломенский в сопровождении представителей администрации духовенства отправился в городскую больницу. Тему продолжит Наталья Ушакова. В холле больницы почти нет свободного места. Врачи и пациенты из числа тех, кто может самостоятельно передвигаться, вышли приветствовать митрополита Ювеналия. Под пение хора он благословляет каждого и дарит в подарок икону святых священномучеников Александра и Федора и книгу об их житии. Затем высокопреосвященнейший ювеналий посетил кардиологическое отделение больницы. Здесь в основном тяжело больные. Им, как никому, требуется благословение владыки. Для каждого пациента у митрополита находятся теплые слова, поддержки и понимания. Всем желает только одного – скорее поправиться. Я думаю, что хорошо, что теперь в больницах есть молельные дома, комнатки. Мы сейчас заходили в храм, где люди молятся, причащаются. Часто нам врачи говорят, что те, которые участвуют в молитве, они быстрее выздоравливают, Господь им помогает. Я очень счастлив, что сегодня нахожусь в этой больнице. Хочу пожелать всем здоровья и помощи Божьей в трудах. Евгений Кондратьев перенес инфаркт. Говорит, что врачи делают все возможное, чтобы он скорее пошел на поправку. Но после прихода митрополита Евгений Петрович почувствовал какие-то новые силы к выздоровлению. Вы понимаете, когда он к нам пришел, вот я, так сказать, без всякого привлечения могу сказать, что-то он с собой принес прекрасное, душевное, которое, наверное, я теперь не забыл до дней своих. Это самое главное. Митрополит в нашем городе уже не в первый раз, но для городской больницы его приезд в новинку. Событие оценивает как неординарное. Теперь, уверены врачи, результат лечения будет лучше. Я сейчас сам видел, как тяжелые больные, у них загорались глаза. Тем более, Владыка говорил замечательные, добрые слова. Он подарил практически всем больным по иконе. Я думаю, конечно, все-таки в данном случае духовное начало в лечебном процессе, оно сыграет большую роль. Этим же вечером высокопреосвященнейший Ювенали отправился обратно в Москву. Но в нашем городе надеются, что его визит в день поминовения священномучеников Александра и Федора станет доброй традицией. Наталья Ушакова, Максим Горелов для программы «День». Три дня в нашем городе проходила выставка меда. Больше 20 производителей из Ростова, Волгограда, Оренбурга и других регионов России представляли свою продукцию в Декамир. Высококалорийное, зато очень полезное лекарство пользуется огромным спросом у горожан. Оно и понятно готовится к зиме и сопутствующим ей негативным явлениям, как то простуда, ангина, грипп. Мед – лучшее средство для профилактики и лечения. А какая еще польза от этого привычного каждому россиянину продукта? Об этом вы узнаете из выпуска городских новостей, которые в 21.45 проведет мой коллега Иван Студеникин. А у меня на сегодня все. Мы рассказываем о том, что затрагивает так или иначе жизнь каждого из нас. Завтра, как обычно, по будням программа «День» выйдет в эфир в 19.20. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова